Чулпан малоисследованный поэтом остается на сегодняшний день, поэтому центральная концепция нашей выставки является легенда о появлении Дутара, о рождении Дутара и включает в себя такой совершенно новый, нетрадиционный подход освещения жизни поэта, исходя из легенды о появлении Дутара через видеоарт и центральную инсталляцию. Чтобы было в целом понятно, хотелось бы немного повторить, вернуться к изначальной легенде. Это очень красивая узбекская легенда о появлении музыкального инструмента Дутара. Это история любви тутовника и бабочки. Тутовник это очень живописное на самом деле дерево. Мне кажется, если бы Будда был родом из наших срезнеазиатских земель, наверное, он сидел бы под Тутовником. Всегда мне так кажется. Это очень символичное, очень мудрое дерево и, конечно же, очень многострадальное дерево. И эта легенда говорит о том, что была любовь между бабочкой и Тутовником, скоротечная, быстротечная жизнь, образ бабочки в литературе. И бабочка очень быстро уходит, но оставляет следы, конечно же, которые превращаются в дальнейшем коконы. И злой человек эти коконы превращают в такую шелковую нить. И Тутовник одинокий в ожидании появления бабочек долго тоскует. И однажды зимой Тутовника срубает человек, дровосек. И в дальнейшем его встреча ни с бабочкой, ни с весной не состоится. И, конечно же, для топки бросают в костер вагон, и какая-то часть, кусок от этого дерева остается в сарае этого дровосека. И в этот момент приходит благородный человек, который решается сотворить некий новый музыкальный инструмент. И он, взяв вот эту основу дерева Тутовника, делает из него корпус для будущего музыкального инструмента. И он думает, что какую бы струну подобрать для этого будущего музыкального инструмента. И он, думая, приходит к выводу, что нужно из шелка завязать, как раз-таки сделать струну для этого музыкального инструмента. И таким образом соединяет эти две струны, и таким образом соединяется некая такая инкарнация, перерождение и воплощение мечты в совсем другом образе. И они издаются, тоскливый звук, который витает в воздухе. В первую очередь это тоска, любовь и воплощение в совершенно новом таком виде. Поэтому вообще Чулпан обожал музыкальный инструмент Дутар. Он очень много писал о Дутаре, он очень много писал о музыкальном наследии Узбекистана, вообще Средней Азии. И таким образом вообще эта сторона Чулпана нам очень малоизвестна и малоисследована. И по воспоминаниям композитора знаменитого Муталия Урханова, который разговаривал с Чулпаном, встречался, приходил к нему. И совершенно его удача, что ему сохранили жизнь. Даже в 1937 году, как Муталия Урханова вспоминает, что он пришел к Чулпану. И что сказал, что Фазил Куджаев попросил, чтобы, а нет, Мухадинкарь Якубов сказал Мухаммутальу Урханову, что Чулпан к тебе хорошо относится. Иди попроси у него в честь декады, пусть он напишет стихи, посвященные Сталину, чтобы ты написал музыку. И когда он пришел к нему домой, а он жил по улице Джинской на сквере, вот недалеко, что здесь представлена в экспозиции его прописка, именно этого дома он был прописан с 1936 года, как неудивительно. И когда он пришел к нему, Чулпан сказал, мне не доставляет вообще сложности написать стихи, посвященные Сталину, однако я этого сделать не могу, потому что меня скоро заберут, и если ты напишешь музыку, и ты тоже пострадаешь. Таким образом, Мухадинкарь Урханов уходит без стиха, и приходит к Якубу об этом, как раз Мухадинкарь Урханов вспоминает. И, конечно же, вот эта легенда жизни и параллели между легендой и жизнью поэта и его творчеством является основой для этой выставки. Изначально мы хотели воспользоваться родным дутаром Чулпана, который принадлежит его сестре Биби Фуайке, которая до конца своей жизни, после смерти брата, она, так можно сказать, что она сошла с ума и до конца жизни, она не расставалась с дутарами до 75 лет, куда бы она ни приезжала в гости, она ходила дутарами, играла на дутаре. Все люди смотрели, то есть родственники тоже смотрели на нее как на некую ненормальную. На самом деле, она таким образом разговаривала с памятью своего брата. И вот такое обращение, и это для нас было очень ценно, если бы вытащили этот экспонат. Однако не удалось договориться, к сожалению, музеям жертвы репрессии. Однако Антижанский музей любезно предоставил все документы. Но, к сожалению, мы экспонаты не могли, не смогли вывести. Однако так или иначе, у нас в экспозиции очень интересные вещи. Среди них паранджа родной тетушки Чулпана. Вероятно, Чулпан эту паранджу видел, потому что эта паранджа была заказана в честь свадьбы своей младшей дочери, дедом Чулпана Кипчакбая. Поэтому это реально семейный родитель. Каждую свадьбу женская сторона, линия родни Чулпана облачается один раз в жизни. В эту паранджу это очень значимая такая традиция Ферганской долины. И в семейной коллекции хранится очень мало вещей, относящихся к Чулпану. Это главным образом книжный шкаф, принадлежащий Абдул-Камеду Чулпану. И маленькая хантафта. Для Чулпана, в детском возрасте, для него соорудили такую маленькую хантафту. Эхо, это хантафта является тоже такой весомой мимояльной памятью. И обратите внимание на центральную экспозицию. Центральная экспозиция, инсталляция. Центральная инсталляция называется Хатор Тираги. Путь к свободе. На самом деле, Хатор Тираги это родная махаля Чулпана. Хатор Тираги — ряды полей. В переводе означает. На сегодняшний день ни этих ха-па-лей, ни этой улицы, ни этой махаля не сохранилось. Это у нас каждые 10 лет, вообще города меняются, как вы знаете. И не нужно привязываться к адресам, и материальному какому-то миру, хотя вещественными вещами у нас очень сложно. Поэтому здесь мы обратились в памяти родной махаля Чулпана. Это немного экологическая еще тема. И огромное полотно. Полотно, конечно же, хотелось избежать отреписимой такой угнетающей темы. Ну, не удалось этого сделать в целом, потому что, потому что протокол. Видите, она ведет? Она ведет в центральной части, говорящей о рождении, о легенде Дутара. Каким образом, видите, это основа для костра, и там мы можем увидеть слабый сушеный фрукта. Сушеный фрукт вообще симпатичный. Сушеный фрукт, это первый фрукт, это все разный символ. И в том числе, это речь о том, что самое интересное, в 1937 году последняя речь Чулпана, Союзные представители, это ображдание изменения за счет того, что он пострадает. И по ним знатарям, он по красивым заболеет чашку черного пункта. И он изменяется, что он такой, он такой взрослышен. Вот такая отсылка к этой истории, когда я читал. И тогда даже по этой, казалось бы, самой легкой, на самом деле это небольшая проблема, вот так у вас будет. И далее, далее мы можем увидеть тут, видеоарк, а в полотне, если сказать, в полотне написаны Google Map, то есть фарта улицы в центральной той части Андишана, где находилась, правда, махаля Чулпана, и странички, страницы домовой книги Чулпана года распела поеду. 1938 года, и это на таком большом полотне, и своеобразная такая отсылка, я увидела, что цулпан должен быть лишен возможности быть завернутым в кусок ткан. Очень редкий образец из коллекции Анжанского музея, конечно же, Анжанского поднятия в Анжанскую историю, это очень тонкая такая вышечка на Шо-И, на Шо-И, швейцар начался работать, сейчас началась, 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 началась 20-го века, это таракция, наверное, подражательных жарников, как у вас разы есть, и такую же стилу можно увидеть нашу обравнение, по анкции, где видите. Это буква «Д» и буква «Клэ» на старой степени «Автус». На самом деле, очень такая античная история. Жуба переведена на французский и на английский языки. Это элементарно исследование специфика и вообще, это одна из самых удачных переговоров. К сожалению, на русский язык, как и в романе его не идет, но там не использовалось, что в Абрике, в 90-е годы, и с шума. Но он не играл, что он не играл. Он не играл. Спасибо. Вот вчера писали, что мы сделали сколько? Тысяча. Нет. Значит, то есть...